Доброе утро! В эфире канал ТЭС Новости в студии Дмитрий Белькевич. В этом выпуске вы узнаете о том, когда в Новосибирской области начнут отключать горячую воду, кого хотят освободить от уплаты налогов и какие изменения ждут сферы торговли в грядущие майские праздники. Подробности далее. В Новосибирске гидравлические испытания на теплосетях проведут с 15 мая по 16 августа. Точные сроки станут известны после окончания отопительного сезона. Горячую воду в домах сибиряков перекроют на две недели. Всего запланировано 14 этапов. Энергетики применят передвижные установки, которые позволят локально отключать участки трубопроводов. График ремонта будет опубликован на сайте СГК. Освободить работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. Такой законопроект внес в Государственную Думу лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. В пояснительной записке указана необходимость предоставления налоговой льгот, обусловлено тем, что в России насчитывается около 8 миллионов работающих пенсионеров. В 2016 году им отказали в индексации пенсии. Из-за этого каждый потерял около 11 тысяч рублей в год. Льготы предлагают ввести для всех. Исключения в партии «Справедливая Россия» собираются сделать только для пенсионеров, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, тех, чьи доходы превышают 700 тысяч рублей в год. Законопроект пока проходит экспертизу. Его рассмотрят на одной из ближайших сессий. Был участником парада победы в Москве. Отличился при форсировании Дуная, за что и получил звание Героя Советского Союза. В Куйбышеве открыли обновленную мемориальную доску Павлу Степановичу Урюпину. Новая мраморная доска заняла место на фасаде дома, где жил Герой Советского Союза Павел Степанович Урюпин. Среди тех, кто поддержал идею реставрации устаревшего памятного знака, дочь фронтовика Любовь Павловна. Когда помнят, это всегда приятно. Это всегда приятно. Пока помним, значит живем. На фронт Павел Урюпин попал в декабре 41-го. Сначала наводчиком зенитного орудия участвовал в Сталинградской битве. Затем разведчиком в освобождении Донбасса, Юга Украины, Венгрии, Чехословакии и Австрии. При форсировании Дуная в декабре 44-го Павел Урюпин после гибели командира взял командование на себя. Был ранен, однако смог довести операцию до конца. Его группа взяла в плен шесть вражеских солдат. Тогда же он получил звание Героя Советского Союза. Всего было удостоено звание Героя Советского Союза 11 696 человек. И особо берет гордость за то, что шесть человек Героев Советского Союза с нами родились, выросли на нашей исторической земле. Память о наших героях будет жить вечно в наших сердцах. Памятный знак на домик, где жил фронтовик, установили несколько лет назад. Со временем он устарел. Заменить его на новый предложили местные активисты. Территориальное общество «Надежда», победив в конкурсе общественных стартапов, получило грант, на средства которого изготовили мемориальную доску. Материальную помощь оказали неравнодушные земляки. Хочется поблагодарить руководителя ТОС Марии Николаевны Тархину за инициативу, за активность, за то, что удалось с помощью этого проекта обновить мемориальную доску. Мы с большим уважением относимся и к ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня на территории Куйбышевского района осталось у нас всего четыре ветерана Великой Отечественной войны. Будем поддерживать и родных, и близких. Юно-армейцы отряда имени Павла Степановича Урюпина накануне привели в порядок могилу фронтовика. Этим самым мы, безусловно, на территории ТОСа привлечем внимание молодого поколения к реализации мероприятий в рамках патриотического воспитания молодежи. И сегодня, я думаю, что это послужит хорошим примером для увековечивания памяти земляков и установления мемориальных досок на объектах, на жилых домах, на где-то социально значимых объектах. На заслуженном отдыхе Павел Степанович возглавлял комитет по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Достойным примером для многих поколений он остается до сих пор. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. 9 мая на территории Новосибирска введут сухой закон. Соответствующие постановления подготовила городская администрация. Ограничения затронут территории, расположенные в границах проведения праздничных мероприятий. Торговым точкам предложено продавать безалкогольные напитки, мороженые и кондитерские изделия. Также летние кафе в парках и скверах должны быть закрыты не позже 23 часов. От них зависит жизнь человека и его здоровье. О них вспоминают и при головной боли, и при страшных ЧП. Сегодня в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Дата учреждена постановлением правительства в 2020 году, хотя фактически история оказания помощи пострадавшим и больным уходит своими корнями в 15 век и связана с деятельностью благотворителей и богоделин. Появление скорой помощи как медицинской организации относится к концу 19 века. Первые станции скорой помощи заработали в Петербурге в 1899 году. Особое отношение к представителям этой сферы сложилось во времена пандемии COVID-19. Туристический поток в Новосибирской области поставил рекорд. За минувший год в регионе побывали 1,9 млн туристов. Это почти на 21% больше, чем в 2021. По данным регионального Минэкономразвития, этот показатель превышает и доковидный период на 186 тысяч человек. В итоге Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе и 11 место среди регионов России. Вырос, соответственно, и объем платных туристических услуг. Превысил 18 млрд рублей. Что выше плановых показателей более чем в два раза. Солидарность трудящихся и единство страны. Под этим девизом пройдет 1 мая 2023. День международной солидарности трудящихся отмечают в памяти о массовой забастовке чикагских рабочих. 1 мая 1886-го они организовали массовую забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Полиция разогнала митинг, используя оружие. Четыре человека были убиты, десятки ранены. С тех пор прошло много времени. Условия труда изменились, но единство и солидарность трудящихся по-прежнему имеют огромное значение. О защите прав и помощи профсоюзных организаций работникам здравоохранения медики расскажут в воскресенье в программе про здоровье. В 2015 году была введена специальная оценка условий труда, так называемые соуты. И так произошло, что вредные производственные факторы для медицинских работников не были учтены. Получается, все наши надбавки, льготный стаж как бы отменились. Коллективные обращения в адрес руководства страны от профсоюзов работников здравоохранения заставили пересмотреть нормативные документы. Несколько дней осталось до старта навигации в обском бассейне. Готовятся встречать грузовые суда и река Обь. Путейцы администрации обского бассейна внутренних водных путей завершают подготовку фарватерам. Но наша съемочная группа вместе с экипажем теплохода «Беркут», базирующегося в селе Кругликово, провела рабочую смену на реке. Болотнинский район готовится встретить первые в этом году суда на реке Обь. Речные путейцы на теплоходе «Беркут» завершают подготовительные работы. Уже установлено 76 плавучих сигнальных знаков. Они предупреждают судоводителя о наличии опасностей, запрещают движение в их сторону и указывают безопасное направление. Как всегда, какие-то мелочи нужно сделать. Где-то подкрасить, где-то подварить, где-то подремонтировать. Потом ремонтируем буи. Ремонтируем, красим, штампуем номера. В зоне контроля экипажа 50-километровый участок речного пути от деревни Усть-Тула до села Дубровина. Ориентиры в русле установлены. Красный цилиндрический буй, правая сторона речной дороги, белый, конусовидный, левая. У каждого знака личный номер. Судоводитель идет, допустим, ага, опа, а почему этот номер буи не соответствует шлост-карте? И он начинает сразу, либо с нами связывается по возможности, либо уже определяет, на месте он стоит или не на месте этот номер. Любое отклонение от фарватера грозит грузовому судну посадкой на мель. Маршрут построен по навигационной карте, которая обновляется к каждому сезону судоходства. Изменения состояния русла речные путейцы фиксируют эхолотами и вносят в карту. Вода поднялась, но и мы поднимаем уровни. Ну то есть на перекатах вода соответственно увеличивается, уровень воды больше становится. И мы передаем эти же габариты выше уже. Вода начинает падать, и у нас, естественно, пады уровня начинают снижаться. И мы передаем меньше. Сегодня у речников завершающий этап подготовки к навигации. Экипаж устанавливает на плавучие знаки светосигнальное оборудование. Современные фонари ночью видно за 5 километров. Аккумулятора хватает на весь сезон. Кроме того, установлены световозвращающие элементы. При любой погоде буй не останется незамеченным. Работает он от внешнего источника питания. Включается он автоматически. Стоит фотоэлемент, так называемый. И по наступлению шомерек определенный, и он начинает срабатывать. Тогда загорается. Всего под контролем администрации Новосибирского района водных путей, гидросооружений и судоходства 307 километров речного пути на участке от Новосибирска до устья реки Томь. Шесть экипажей теплоходов водных путейцев завершают подготовку речных дорог к открытию навигации. Александр Сульдин, Татьяна Автюхова, Андрей Новоселов. Новости ОТС. Технику безопасности на рабочем месте соблюдения всевозможных инструкций вспоминают сегодня на различных предприятиях, потому что именно эта дата в календаре значится как Всемирный день охраны труда. Инициатором выступила Международная организация труда. Цель этой даты – привлечь внимание мировой общественности к продвижению культуры охраны труда. Впервые этот день отметили в 2003 году по оценкам МОД. Ежегодно в мире около 2 миллионов человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и от профзаболеваний. Поэтому и нужно уделять особое внимание этому дню, предотвращая несчастные случаи и снижая вероятность заболеваний на рабочих местах во всем мире. 500 человек на 200 вакансий в Новосибирской области подвели предварительные итоги ярмарки трудоустройства. На протяжении двух дней в регионе в новом формате проходила встреча работодателей и соискателей. Растянувшаяся на два дня она предполагала не только очные собеседования, но и красочные презентации предприятий, нуждающихся в рабочих кадрах, и в первую очередь организации сферы ВПК. Такой формат оказался интересен для ищущих работу, поскольку они смогли сразу получить обратную связь от потенциальных работодателей. Но впереди еще один этап. Он состоится в июне и будет предполагать еще и панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. В три раза выросли продажи автомобилей с пробегом не старше трех лет. В Новосибирской области об этом сообщает популярный сервис интернет-объявлений. По итогам первого квартала этого года самыми продаваемыми в нашем регионе автомобилями стали Hyundai Palisade, Kia Mojave, Kia K5, Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. А средняя цена авто с пробегом составила 3,5 миллиона рублей. Причина такого роста – просто машины с небольшим пробегом составляют хорошую конкуренцию новым, которые дорожат и к тому же в дефиците. Музыка Эдуарда Артемьева кинофильма «Нюрнберг» прозвучит 30 апреля в Новосибирске на сцене Государственной филармонии. Это последнее произведение, написанное знаменитым композитором, ушедшим из жизни в конце прошлого года. Фильм «Нюрнберг», как известно, уже вышел на экраны, но в концертном исполнении это будет премьера. Полгода назад новосибирские зрители встречали земляка Эдуарда Артемьева овациями. Это было одно из самых запоминающихся событий 2022-го. Композитора поздравляли с наступающим 85-летием. Он говорил о творческих планах, но так получилось ушел из жизни в декабре прошлого года. Музыка к фильму «Нюрнберг» стала последней работой Эдуарда Артемьева. Сохранились уникальные съемки, как он участвует в записи этой композиции, но в концертном варианте со сцены сочинение прозвучит впервые в исполнении Сибирского фестивального оркестра. Технически оно несложное. Конечно, оно очень динамичное произведение, потому что одной из частей, она так и называется, «Встреча Паулюса». Эдуард Николаевич, конечно, описал настроение до того времени абсолютно фантастическое. Поэтому я с огромной радостью всех приглашаю прийти на этот концерт и в первую очередь отдать дань памяти нашему великому современнику и послушать живьем эту уникальную музыку. Помимо музыки Артемьева, в концерте 30 апреля прозвучат произведения еще двух великих композиторов. Концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна исполнит Михаил Симонян. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Хачатуряна, и в архивах сохранились уникальные кадры, как автор знаменитых танцев саблями и вальса больше полувека назад уступает в Новосибирске. Вспомнят в Большом зале филармонии и русского композитора Сергея Рахманинова. В этом году 150 лет со дня его рождения. Музыку Рахманинова исполнит пианист Александр Романовский. Еще недавно Романовский преподавал в Королевском колледже Лондона, но лишился этой работы из-за того, что выступил с концертом, освобожденным в Мариуполе. Перед приездом в Новосибирск Романовский записал обращение к зрителям. Очень скоро я прилечу в Новосибирск. Для меня это особо приятно, потому что в Сибири я уже бывал, но в Новосибирске я окажусь впервые. И с сибирским фестивальным оркестром мы исполним второй концерт Сергея Васильевича Рахманину. Я приглашаю вас всех на наш концерт 30 апреля в концертном зале имени Арнольда Катца. Приходите. Дмитрий Иванов, Новости ОТС. Благотворительное кабаре пройдет в Новосибирске в программе выступления сибирского дурацкого хора. Организовали его больничные клоуны. Репертуар разный от песен известных исполнителей до произведений собственного сочинения. Будут на концерте и номера в лучших традициях мировой клоунады. Мероприятие состоится 30 апреля в воскресенье в 18 часов в Бородячей собаке по адресу Каменское, 32. Все вырученные средства пойдут на продажу социальных проектов ОНОНОС. Это, например, визиты больничных клоунов в детские медучреждения, дома престарелых, творческие встречи маленьких пациентов с детскими координаторами в больницах и роспись стен. Дорогие друзья, мне очень хочется, чтобы вы побывали на нашем клоунском кабаре. Имейте в виду, что этим самым вы поможете и больничным клоунам, и классно проведете время. И поддержите такое искусство клоунады, которого так мало сейчас. Так что приходите, я вас очень жду, вам будет очень весело. Окунуться в сказочный мир могут и взрослые, и дети, ставшие посетителями выставки, открывшейся в Новосибирском государственном художественном музее. Уникальные экспозиции сочетают в себе произведения искусства самых разных жанров. Здесь и скульптура, и живописи, и графика от 13 ярких художников, считающихся именитыми мастерами современного искусства. Всего вниманию посетителей предстанут 53 работы, героями которых стали сказочные персонажи. Мифология, история, литература – все это объединили художники, применили разные техники и приемы от иллюстративных до аллегорических. Представив взору даже самого искушенного зрителя, знакомые сказочные образы, но в совершенно необычном исполнении. Выставка «Всякие сказки» про работы до 4 июня. Действует Пушкинская карта. К этому часу у меня все. С вами был Дмитрий Белькевич. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова